Внимание! Вот такая вот прекрасная дверь. И, кстати, ей сто лет. Открываем дверь. Эти стены стоят здесь с 15 века. И поэтому очень рекомендую сюда прийти. Почему? Потому что здесь энергетика чувствуется, что это действительно история. Вот это Кремль у нас получается 15-17 веков. Вот так он выглядел. Сейчас он, конечно, немножко другой, более современный. Вот это Кремль у нас получается аж 13-14 века. Ну что, давайте пройдемся по экспонатам немножко. Первое, на что хочу обратить ваше внимание, это на петухов камень. Вот это вот подделка на самом деле. А вот его нашел мужчина вот в этом месте. Ну, по крайней мере, мы знаем, как выглядит отпечаток ноги петуха. Красота, да? Печь изразцовая. Сейчас многие даже не знают, что такое печь. Красиво, да? И вот на цокольном этаже находятся вот такие же интересные экспонаты. Но в подвал я уже не пойду на цокольный этаж, я уже не пойду. Терактовая плитка из декора Спасопреображенского собора. А вот это вот, видите, кирпич ромбический из складки Спасопреображенского собора. Смотрите, вот этот вот трон, место престольное называется. Это реконструкция. Реконструкция 15-16 века. Реконструкция. Святой царевич Дмитрий в жития. Восемнадцатый век. Для меня очень понравился этот экспонат. Это портрет принца Густава Шведского, сына шведского короля Эрика XIV, который жил в Угличе в 1601-1605 году. И было ему пожаловано номинальное удельное княжество. Умер в 1607 году в Кашине. Представляете, у нас жил целый принц, шведский, сын шведского короля Эрика XIV. Вот это да! Экспонат очень понравился. Сапог 17 века в России. Обратите внимание на подошву. Потому что раньше камни же выкладывали, а не асфальт. Вот были такие вот сапоги, причем высокие. От каблука до верха 41 см. Специфический зернистый рельеф лицевой поверхности достигался специальной обработкой. Вымоченную в воде кожу засыпали зернами проса, которые вбивали или вдавливали со стороны бахтармы. Затем кожу растягивали и сушили. После высыхания на поверхности кожи сохранялось характерное зернистое тиснение. Ух ты! Вот как интересно делали раньше сапоги. Ну, сейчас это, конечно, делается все намного быстрее. И мужчина уже не носит вот такие длинные сапоги. Вот, наверное, вот этот вот предмет я хотела посмотреть давно. Да, если он попадет, почему-нибудь мало не покажется. Ну, тут еще у нас ножи, топоры. Ну, мужчины это любят. Здесь полностью военный формат у нас идет. Картина горя и печали. Ну, куда без этого. У нас же в нашей стране многие любят пострадать. Ну, вот это пушки. Наши пушки. В принципе, вот. Мы подходим уже к концу. Два колокола. Интересно, да? Правильно, музей же должен быть интересным. Кстати, на птичках. Это же реально нарисовано. Ну, вот мы с вами прошли весь зал. Самое интересное я вам рассказала. Ну, рекомендую приехать все-таки в Уплич и погулять. Рекомендую вам посетить в Кремле палата Дворца Удельных Князей. Это 1480 год. Вот это здание. Здесь находятся три этажа. Вот я была на самом верхнем этаже, получается. Вот этаж, который первый. Цена билета 200 рублей. И есть еще цокольный этаж. Вот он сегодня открыт. Это отдельная плата. Здесь ценник стоит 150 рублей. Вот. И вот здесь. Продолжение следует...